Добрый день, дорогие гости! Я рада, что вы подошли к моей лавочке, где я провожу автограф-сессию и приобрели книжку. Покажите, пожалуйста, какую. Абхазия в легендах. Давайте представьтесь, кто вы, откуда приехали. Мы из тоже красивого города, город Воронеж. У нас, как известно, Пётр Первый построил корабли. Это как бы первые нас, мы этим тоже гордимся. Я хочу сказать, вы знаете, мы очень любим Абхазию, страна души. Но именно здесь самое красивое место – это Пицунга. И сегодня, вот так вот прогуливаясь по местам прошлого времени, потому что мы часто были здесь, мы, проходя мимо, не могли пройти мимо. Вот этой замечательной, книжной, я не хочу сказать выставки, но это книжная работа-достояние. Достояние души. Спасибо. Достояние красоты. Я просто обратила внимание на вот эту красоту. И вы знаете, в сочетании самой, вот именно, как бы самой создательницы этой книги, я увидела закономерное сходство. Вот и поняла, что это писалась душа, это писала она. Поэтому именно я подошла сюда, именно взяла эту книгу. Спасибо. И вы знаете, я была просто очарована. Когда я листала ее, я увидела, что это прожитая юность, прожитая жизнь, прожитая настоящее и как бы вовлечение в будущее. Потому что вот создать вот такую красоту, написать такие картины, это нужно чувствовать настолько глубоко, настолько внутренне гармонично быть с природой, с людьми, с красотой, с душой. Красивыми людьми. Да. И это незаурядный. Вы посмотрите. Это красота девушки. Это не в том, что она вот луноликая, и брови у нее как бы очень красивые. А красота в том, что какая-то в ней гармония природы. Вот гармония. Я, например, вижу вот этот водопад. Как будто вот прям вот. Я вижу здесь вот эта коса, она как бы, ну не знаю, ассоциируется, Володя, с чем ассоциируется? Ну, наверное, вот что есть такой еще мостик, который может девушка все-таки преодолевать препятствия. На том и женщины. Вот. И тем не менее, глаза, они закрыты, но закрыты от блаженства и от удовольствия. И хотелось бы вот это листая, как бы попадаешь в этот, ну необыкновенно интересный, незнакомый нам мир. Потому что, к сожалению, мы очень мало знаем не только свое, что имеем, но уже не говоря, мы не знаем и те народы, которые очень богаты своим колоритом, своими легендами, своей историей. И человек, он тем и насыщаться должен. Не только материальными благами, что только где-то валюта. А вот она, валюта, которая есть в душе, в сердце. И это не продается и не покупается. Это или есть, или нет. Спасибо вам огромное, Линда. Спасибо за то, что вы творите, за то, что вы учите. Вы знаете, сейчас было очень приятно, что прошла молодежь и останавливались. Значит, неравнодушны. Дорогая молодежь, я к вам обращаюсь. Цените вот такое достояние. Не проходите мимо. Это не реклама. Это просто призыв к тому, чтобы вы были чище, добрее и ценили духовную красоту. Это здорово, когда молодое поколение знает гораздо больше, чем интернет или игровые какие-то моменты. Спасибо вам, спасибо. Спасибо, вы человек культуры и ваше мнение для меня очень ценно. Вы можете сказать, где вы работаете? Я в городе Баромеже веду театральную студию в гимназии. И я хочу сказать, что дети у меня тоже необычные. Они замечательные, они любят театр. Они бегут, бегут на репетиции. И мы занимали на международных конкурсах, занимали много хороших, престижных призовых. Лауреаты первой степени. Ставили Чехова, ставили Пушкина, Цветаю. И вы знаете, дети становились другими. И они будут другими, когда они будут прикасаться вот с такими книгами. И полностью книга в руках, это значит уже сердце неравнодушное. Это значит небездушие. Я очень счастлива, что у меня такая профессия интересная. Я все время в поисках. И меня очень радуют мои дети, которые по 11 лет входят в театральную студию. И получают удовольствие. И они становятся настоящими, красивыми людьми. Красиво, душевно и духовно. Всем им привет. Я всех люблю. счастлива отдыхать. И большое спасибо вот за такое интервью. Я очень рада. Приезжайте к нам в Пабхазию каждый год. Спасибо. А вам творческих порывов побольше. Я не знаю. Не то, что побольше, а не останавливайтесь. Работайте, пока сердце позволяет. Значит, и здоровье будет. Спасибо. Потому что... Ибо тело одно. Тело может быть бренно, а душа поет. Спасибо. А душа создает. А душа творит. Мы вам это искренне желаем. Творите душой, сердцем. И здоровья вам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.